Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. Следствие окончено. Генпрокуратура назвала заказчика убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Убежище не для всех. Германия вводит ограничения для мигрантов. Почему? Невъездные. Турция и США взаимно прекратили выдавать визы. К чему приведет это противостояние? Генпрокуратура завершила расследование дела об убийстве российского политика Дениса Вороненкова. Материалы передаются в суд. Следователи утверждают, что установили и заказчика, и мотивы, а также раскрыли всю цепочку сложного заказного преступления. Кто и с какой целью убил бывшего депутата Госдумы, расскажет Александр Васильченко. Это кадры последних минут жизни российского депутата Дениса Вороненкова. 23 марта, примерно 11.30. Возле гостиницы «Премьер Палас». Киллер догоняет политика, обращается к нему по имени и почти в упор стреляет в голову. Далее обезвреживает охранника и несколькими выстрелами добивает жертву. Но убежать нападавшему не удается. Раненый бодигард стреляет киллеру сначала в ногу, несколько пуль попадают в голову. Расследовали убийства Генпрокуратура, СБУ и Главное управление разведки. За полгода допросили более 350 свидетелей. Проработали видео сотен камер наблюдения. Выявили всех фигурантов, отчитались в ГПУ, вышли даже на заказчика. Им оказался российский криминальный авторитет, бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. Группа организаторов, до которой входят Василенко, пустив организаторов в войск, и группа виконавцев, до которой входят Левенец, Тавшов и Тарасов. Отримавши задания Виктюрина, Василенко пребывает на территории Украины. Завучая слуга дельского товарища Вася, они приезжают в Министерство и начинают подшукувать виконавцев, церковичных участников АТО. Организаторы долгое время следили за передвижением Вороненкова по Киеву. Арендовали две машины и три квартиры. Одну в том же доме, где жил политик. По версии следствия, здесь планировали убийство при помощи снайпера. Однако в итоге решили действовать иначе. Сейчас мы видим, как выходит пан Вороненков, седает в авто. Сейчас лось, сповещая по радиостанции, Тарасов прошел, протечил объекцию машины и выбегается, чтобы она ее начинала ехать за ним. Несколько камер фиксируют, как киллер с сообщником на подставном авто следует за машиной Вороненкова. А уже возле отеля нападающий настигает свою жертву. Через несколько месяцев после убийства политика следователям удается выйти на двух участников преступления. Их задержали. По словам генпрокурора Юрия Луценко, без спецслужб России здесь не обошлось. Подозрения уже объявили и Тюрину. Судство вважает, что мотивом убийства пана Вороненкова было объединение интересов высшего керемиста Российской Федерации для усунения святка, который давал ценные показы для украинских, а в проспектуре мог давать показы и для международных судов о участии Российской Федерации в непроголошенных военных действиях и военных преступлениях против Украины. Также это объявлялось и с личными мотивами пана Тюрина, который, очевидно, таким образом хотел помститься своей поличной цивильной дружине Максакове, а также поднести свой воровскому пониманию авторитет такими делами. Тюрин уже отреагировал на обвинения. Через адвоката сообщил, к убийству Вороненкова никакого отношения не имеет. Считает, это дело рук украинских националистов. В свою очередь, Луценко заявил, что ГПУ будет просить об экстрадиции Тюрина, а также не исключает, что его объявят в международный розыск и начнут заочное осуждение. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. А вот имена исполнителей заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета остаются неизвестными. По мнению генпрокурора, следствию не хватает, как он выразился, оперативной удачи. Расследованием этим занимается МВД. Прогнозировать, когда в этом деле поставят точку, Луценко не берется. Напомню, автомобиль Павла Шеремета взорвали 20 июля 2016 года в центре Киева. В данном случае Генпрокуратура только совершает профессиональное руководство, а следственная группа Министерства внутренних справ Украины совершает еще более масштабный сбор информации. Знаючи тему, могу сказать, что на порядок больше следственных действий, экспертиз, свидетельств, то, что задумывается. Следство, на жаль, не можно планировать часу. Как только мы найдем, а хоть элементарную зачетку, она приведет до расхода. И в ГПУ продолжают расследовать взрыв боеприпасов на военном складе в Калиновке. Главу Генштаба Виктора Муженко могут уже в ближайшее время вызвать на допрос, но при этом подозрения ему вручать не будут. Об этом также заявил Генпрокурор. По его словам, деньги на утилизацию устаревших боеприпасов Минфин выделял вовремя, но их так и не освоили. Газ для населения может подорожать почти на 18%. По подсчетам Минэнерго и согласно действующей методике расчета тарифа, топливо должно стоить дороже на 1000 гривен. Сейчас цена почти 7000 гривен за 1000 кубов, а должна быть более 8. Это с налогами, наценками и транспортными затратами. Повышение цен прописано в постановлении Кабмина, но правительство считает такую стоимость неприемлемой из-за низкой платежеспособности населения. Поэтому пока обнародование нового тарифа отложили до согласования с МВФ. Переговоры эти пройдут уже на этой неделе в Вашингтоне. И если газ будет дороже, то и денег для выплат субсидий, соответственно, нужно будет больше. И если повышение все же произойдет, прогнозируют в Минэнерго, то количество получающих эту помощь от государства может достигнуть рекордных 90%. Сейчас в этом положении находятся две трети украинцев. Соответственно, заложенных в проекте госбюджета на следующий год 555 миллиардов гривен на всех не хватит. Газовый спор между Украиной и Россией снова в стокгольмском арбитраже. Ранее суд уже вынес ряд решений, предложил нафтогазовую Газпрому договориться. Однако стороны не смогли этого сделать. И сегодня слушания возобновились. Все подробности узнаем от Елены Абрамовича. Эта история тянется с 2014 года. После Евромайдана Украина решила добиться более справедливых цен на российский газ и приостановила выплаты. Разрешить спор сторонам пытался помочь Брюссель. Но после десятков раундов безуспешных переговоров в стенах Еврокомиссии пришлось идти в суд. И уже в мае стокгольмский арбитраж постановил, цены на газ все-таки нужно пересмотреть. А требования Газпрома покупать больше, чем необходимо, формула «бери или плати» несправедливая. И платить исковые требования по этой формуле Украина не обязана, написал на своей странице в Facebook директор нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, они превышали 40 миллиардов долларов и увеличивались каждый день. Кроме того, арбитры удовлетворили требования нафтогаза отменить запрет со стороны Газпрома на реверс газа. Учитывая все эти решения, сторонам предложили откорректировать контракты и самостоятельно разобраться, кто сколько должен. Но поскольку нафтогаз и Газпром до осени так и не пришли к общему знаменателю, дело вернулось в Стокгольм. Окончательное решение суд должен принять до конца года. Елена Абрамович, Иван Ербаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Уголовное дело против «Нардепрадикала» Сергея Скуратовского открыли в антикоррупционной прокуратуре. Об этом журналистам программы «Наши гроши» сообщили в ГПУ. В чем подозревают депутаты? Все подробности в материале. Журналисты программы «Наши гроши» выяснили, что «Нардепрадикал» Сергей Скуратовский три года подряд не декларировал строительный бизнес с жены. Более того, едва журналисты заинтересовались народным избранником. Фамилия супруги тут же исчезла из реестра Минюста. Также удалось выяснить, что «Нардепрадикал» зарегистрировал в своей квартире помощников, формальных владельцев его яхт-клуба и охотничьих угодий. Ранее стало известно, что семья Скуратовского совсем недавно владела яхтами общей стоимостью 10 миллионов гривен. Хотя сам «Нардепрадикал» заявлял, что эти элементы роскоши якобы были давно проданы. Ни одной яхтой она не владеет. Был у меня баст. Ну, покажите. Его, пожалуйста, называется? Нет, это было давно. Она, знаете, в каком веке? По-моему, в 2006-м. Так. Была продана. В 2006-м или в 2007-м. Была продана. Все. Удивительно, ведь, судя по фотографиям из соцсетей, дочь Скуратовского, Бажена, отдыхала именно на такой яхте в 2015-м году. А мы гуляли просто. Информации, которую публиковали журналисты-расследователи, заинтересовались в антикоррупционной прокуратуре. Досудебные расследования поручили детективам НАБУ. Украина снова в центре международного скандала. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер социалистической партии Сергей Каплин. По его словам, имидж страны вновь пошатнулся после решения одного из украинских судов. Напомню, Полтавский суд отпустил на свободу киберпреступника, обвиняемого в краже более 100 миллионов долларов. Масштабная международная киберсеть, организованная украинцем, просуществовала около 7 лет. Найавторитетнейшие видения света, в частности, Нью-Йорк Таймс, пишут про коррупцию в районах и местах областного значения нашей страны. Судя Полтавского суду отпускает на свободу злочинца, который расшукается в всех странах мира, который выбрал планету на сумму около 100 миллионов долларов. Сейчас мы с вами увидим, какой будет результат нового закона, который мы приняли. Где будет судя, который выпустил злочинца света? Это ядерный удар по авторитету нашей страны. В Одессе сегодня попытался выйти на свободу Владимир Злой. Он подал апелляцию на решение об аресте. Напомню, это бывший милиционер, которого подозревают в убийстве матроса военно-морских сил Арслана Шейхова. Преступление это было совершено в селе Егоровка 11 августа. О том, что решил суд, узнаем от Андрея Анастасова. На заседании апелляционного суда родственники односельчане и сослуживцы Арслана Шейхова. Военный моряк, участник АТО, погиб в свой 33-й день рождения. Родные уверены, Арслана забил до смерти житель Егоровки, бывший милиционер Владимир Злой. Они пытаются доказать это. Говорят, долгое время Злой держал в страхе все село. Я хочу все-таки, чтобы люди жили спокойно хотя бы в Егоровке. Хотя бы вот этот вот случай, который оборвался на моем сыне, вот это вот его издевательство над всеми в деревне, хотя бы чтобы это оборвалось. Экспертиза установила, военнослужащий умер от болевого шока. У него были сломаны 11 ребер. Владимир Злой утверждает, не бил матроса, а делал искусственное дыхание, когда нашел его на улице без сознания. Уголовное производство открыто по статье «Убийство по неосторожности». Злого отправили в СИЗО на два месяца. И вот теперь он пытается оспорить это решение. Адвокат уверяет, подзащитный никуда не сбежит и ссылается на отзывы односельчан. Но в прокуратуре считают, выйдя на свободу, экс-милиционер может влиять на свидетелей. И даже есть угроза, что применит физическую силу. Поэтому просят оставить подозреваемого под стражей. До Розелянского отдела полиции обратились и потерпели, и свидетели, которые означали, что подозреваемый в данной справе погрожил им как использованием насильства, так и смертью. Сам злой все это отрицает. Считает, его хотят сделать козлом отпущения. Все свидетели это родители. Бывшая женщина, сестра. Они на вас наговорили. В итоге суд решил апелляцию отклонить. То есть подозреваемый остается в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Двое украинских бойцов были ранены сегодня в зоне АТО. Один пострадал в результате обстрела позиций в районе Красногоровки, второй возле Толоковки. В обоих случаях боевики применяли гранатометы. В Авдеевке и Невельском армейцев обстреливали из пулеметов, а в Широкине из минометов. Всего с начала суток зафиксировано шесть провокаций. Практически на каждую из них силы АТО отвечали огнем на поражение. На горе Карачун под Славянском установили памятник активистам Евромайдана и бойцам, которые освобождали город. Напомню, бой за эту стратегическую высоту стал ключевой операцией по зачистке Славянска от боевиков три года назад. Во время открытия памятника бойцов, участвовавших в сражениях, наградили медалями за освобождение Славянска. 65 военнослужащих получили эту награду посмертно. Развернуть миротворческую миссию ООН на Донбассе возможно. Под давлением санкций Россия может пойти на компромисс. Так считает представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Минского процесса экс-посол Украины в США Александр Моцик. Турция поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс, об этом турецкий лидер Ржеп Эрдоган заявил в Киеве после встречи с Петром Порошенко. Президенты общались три часа вместо запланированных 45 минут. По словам Порошенко, Украина выступает за увеличение турецкого представительства в мониторинговой миссии ОБСЕ. Что же касается экономических связей, то Турция уже вошла в первую пятерку торговых партнеров Украины, заявил украинский президент. Только за последние полгода товарооборот между странами вырос на 20%. Кроме этого, Эрдоган в очередной раз заявил и подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма. Президенты договорились, что Украина и Турция будут совместно защищать права людей на оккупированных территориях. Позиция Турции в этих вопросах известна. Мы поддерживаем наших братьев-татар и сейчас, и в будущем. Турция продолжает поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. И мы бы очень хотели, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно быстрее. Польша будет покупать товары из Украины только в соответствии с украинскими законами. Так в польском посольстве отреагировали на скандал с импортом угля с оккупированных территорий и посоветовали украинским журналистам обратиться в профильное министерство Польши. Напомню ранее, польская газета «Дзенок» публиковала статью о том, что антрацит с оккупированной части Донбасса полулегально попадает в Польшу. Позднее эту информацию подтвердил министр энергетики этой страны Кшиштоф Тхужевский. Со скрипом и постоянным перекладыванием ответственности в процессе Брекзита наступил очередной ключевой момент. Начался пятый раунд переговоров по выходу Великобритании из Европейского Союза. По его результатам лидеры стран ЕС сделают выводы. Какими они будут, пыталась разобраться Светлана Чернецкая. Последний шанс прийти к общему знаменателю. Уже на следующей неделе в Брюсселе состоится саммит Евросоюза. И лидеры стран ЕС ждут отчета о ходе переговоров по бракоразводному процессу с Великобританией. Четыре предыдущих раунда встреч Лондона и Брюсселя не принесли особых результатов. Сторонам не удалось договориться о правах граждан ЕС, живущих в Британии. И сумме, которую стране придется заплатить за разрыв отношений с Евроблоком. На пятый раунд переговоров, начавшийся сегодня в Брюсселе, тоже особых надежд нет. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вообще сказал, что добиться прогресса можно будет только благодаря чуду. Ну а Лондон и Брюссель продолжают перекладывать ответственность друг на друга. Мы ожидаем перехода на следующий этап, а мяч на поле Брюсселя. Но я настроена оптимистично, и мы получим положительный ответ. У нас есть четкий график этих переговоров, и пока мы не договорились по первому этапу относительно процесса развода. Поэтому мяч полностью на поле Великобритании. Похоже, переговоры затянутся на неопределенное время. Действительно, если не удастся договориться по финансовому вопросу и правам людей, невозможно будет перейти ко второму этапу. Условиям торговли не добавляют уверенности и нестабильность в британской политике. Против Терезы Мэй устроили заговор и призывают уйти в отставку. Ну а сроки горят. Лондон намерен покинуть Евросемью через два года. И в принципе, в крайнем случае рассматривает вариант уйти без сделки, громко хлопнув дверью. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Великобритания готова стать частью международной коалиции в случае войны против Северной Кореи. Об этом Daily Mail сообщает со ссылкой на собственные источники. По данным этого издания, чиновникам поручили составить план реакции Лондона на случай вооруженного конфликта с Пхеньяном. Среди возможных вариантов использования эсминцев, фрегатов и нового британского авианосца, королева Елизавета. Его еще не испытывали до этих пор. Флотилия Соединенного Королевства вместе с истребителями на борту должна будет присоединиться к военным кораблям США. Стоп-машина. Германия ограничивает прием беженцев. Ангела Меркель пошла на уступки партнерам по блоку христиана, социальному союзу, который требовал ужесточить миграционную политику. И вот теперь из-за этого решения канцлера стране, возможно, грозит политический кризис. Почему? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Восемь часов за закрытыми дверями. Компромисс по вопросу беженцев представители двух союзов, христианско-демократического и христианско-социального, искали практически все воскресенье. И, наконец, поздно вечером политики сообщили, есть прорыв. Они придумали хитрую формулу, которая устроила обе стороны. Прием беженцев ограничили, но избежали слова лимит. Я долго думала над тем, как объединить требования ХСС, ограничить количество людей, приезжающих в Германию, до 200 тысяч. И моя убежденность в том, что каждый человек имеет право на рассмотрение его прошения об убежище. В итоге получилось так. Германия будет принимать 200 тысяч беженцев в год. Но в случае, например, гуманитарной катастрофы, правительство оставляет за собой право пересмотреть эту цифру. Если это ограничение, 200 тысяч, будет невозможно соблюдать ввиду событий в мире или нашей стране, правительство и парламент примет решение о корректировке. Мы достигли цели, которая была для нас очень важна. На уступки партнерам по блоку ХСС Ангела Меркель пошла. Теперь остается ждать, что на это скажут другие партнеры по будущей коалиции. Например, партия «Зеленых», которая всегда была категорически против введения любых квот на прием беженцев. И теперь вполне может пойти на принципе сорвать коалиционный процесс. Первый раунд переговоров состоится уже в эту пятницу. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Наказывать силовиков за давление на бизнес. Ввести уголовную ответственность сегодня пообещал Владимир Гройсман. Премьер намерен инициировать законопроект о защите предпринимателей. По его словам, бизнес давно ждет принятия подобного документа. Его главной составляющей должно стать ограничение силовых обысков в офисах компаний и предприятий. Так считает глава Кабмена. Я иниціюю сьогодні и зараз прямо с вами, спольно, створення рабочей группы, чтобы за 2-3 недели мы внесли в парламент законопроект, который предпочит, вплоть до криминальной ответственности, ответственность представителей правоохранительных и контролирующих структур за надмирный тиск по отношению до реально працюючего бизнеса. Нововолынские шахтеры вышли сегодня на акцию протеста. Они перекрыли трассу в 2-х километрах от контрольно-пропускного пункта Ягодина. Протестовать горняки начали еще на прошлой неделе, отказавшись спускаться в забой. Утверждают, что им не выплатили зарплату еще за июль и август. И требуют погасить задолженность. Около 70 человек ходили по пешеходному переходу. После обеда пикетчики разошлись, и движение автомобилей возобновилось. На границе Украины и Польши незаконно рубят лес на миллионы гривен, так утверждают местные активисты. Во Львовской области они нашли больше сотни срубленных деревьев. В сельхозе подозревают местных жителей. Но сделать почти ничего не могут. Почему, выясняла Галина Якушко. Село Галовка, Старосамборский район. Во время похода в горы местные активисты обнаружили поваленные деревья. Насчитали 137 сосен. На стволах не было соответствующей маркировки, ни одного клейма. Скорее всего, их спилили совсем недавно, говорят активисты. Деревья здоровые, каждому не менее 20 лет. По предварительным подсчетам экологов, ущерб от этой незаконной вырубки минимум 2 миллиона гривен. Это была самовольная сриска. То уместная самовольная сриска саможивых деревьев. Есть лесник, который несет прямую ответственность в соответствии к своих покладенных обязанностям. Он несет прямую ответственность за сбережение леса. Работники лесхоза оправдываются. Мол, к вырубке не имеют никакого отношения. Это дело рук местных жителей. Якобы именно они массово рубят лес, обрабатывают во дворах, а потом продают. И все, в принципе, где-то живут с того леса. Есть одно такое село, где 12 лесопильных объектов. И в том самом селе живет лесник. То, как вы думаете, значит, ему завтра спали в хату, если он будет это, я буду. Контролировать такие незаконные вырубки теперь будет дополнительная охрана. Для этого заключили договор с частной фирмой. Какой и сколько придется платить, директор лесхоза говорить не хочет. Данные о срубленных деревьях экологи уже передали в прокуратуру. Следователи должны выяснить, кто все-таки уничтожил абсолютно здоровые деревья, на восстановление которых уйдет не один год. Галина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львовская область. И два грузовика с кругляком задержали в Черновицкой области сотрудники СБУ. Уже установлено, что деревья срубили эти незаконно. Машины с древесиной высокого качества остановили в Хатинском районе. Водители рассказали, что везли кругляк из лесничества на частную пилораму. Никаких документов у них с собой не было. По предварительным подсчетам стоимость этого леса превышает 70 тысяч гривен. Жесткий безвиз между Турцией и США. Вашингтон прекратил выдачу виз турецким гражданам. А на кара сделала то же самое в отношении американцев. В связи с чем такие меры и к чему они могут привести, разбирался Дмитрий Анопченко. Консульства Турции в Вашингтоне. Посетителей сегодня нет, ведь американцам больше не выдают визы. Для граждан США заблокировали и систему в интернете, которая позволяла получить электронное разрешение на въезд. И если у американцев, у которых уже и гостиницы, и билеты в Турции выкуплены, все-таки еще остается последний шанс попасть туда на отдых. Это прямо в аэропорту, на границе в паспорт марочку получить. То для самих турков все намного серьезнее. Дипломатические представительства Соединенных Штатов по всей стране прекратили и прием, и выдачу документов. Это значит ни на новую визу не податься, ни готовый паспорт не забрать. До взаимных ограничений дошло после того, как в Стамбуле арестовали сотрудника американского консульства. И пресса написала о готовящемся задержании второго. Обвинение, шпионаж, подрыв строя и попытка свергнуть правительство. Стандартный в последнее время набор, когда за решетку отправляют сотни людей, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного проповедника Гюлена. По официальной версии, именно он стоял за подготовкой неудавшегося военного переворота в июле 16-го. Но происходящее все больше напоминает охоту на ведьм. Арест любого члена дипломатической миссии Соединенных Штатов, будь он даже не американский гражданин, а просто наемный сотрудник, здесь, в Вашингтоне, всегда воспринимают как вызов всему государству. Именно поэтому дипломаты делятся. Госсекретарь Тилерсон лично принял решение. Мол, если с нами так поступают, ну что ж, давайте в ответ будем жесткими. Прекратим работу. О своем решении американцы сообщили в Твиттере. Всего пять коротких без эмоциональных строчек. И там же в Твиттере получили реакцию. Мол, мы тоже вам визы не дадим. Причем понятие «зеркальный ответ» турецкие дипломаты поняли буквально. В ответном месседже они полностью скопировали текст американского посольства, заменив только название стран. Но допустили при этом три грамматические ошибки, три лишние артикля поставили, за что их тут же высмеяли в соцсетях. Однако конфликт между двумя странами из-за этого теперь уже не виртуальный. Если в обеих столицах не сбавят обороты, может дойти и до взаимной высылки дипломатов, и до других ограничений. Что в отношениях с Россией было предсказуемо, а в случае с давним партнером Турцией довольно неожиданный поворот событий. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Нашумевший закон об образовании в центре внимания европейских парламентариев в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАССЕ, и на рассмотрение вынесли украинскую реформу. Кроме того, украинский нардеп Елена Сотник возглавила юридический комитет парламентской ассамблеи Совета Европы. С подробностями Ирина Иванова. Очередную рабочую неделю ПАССЕ открыл вице-президент Роджер Гейл. Британец временно занял рабочее место Педро Агромунта, который стал фигурантом громкого скандала. Вместе с депутатами Российской Госдумы он летал в Сирию на самолете Российского именобороны. Депутаты еще с весны пытались сместить его с должности, но в прошлую пятницу он сам объявил о своей отставке. Педро Агромунт слишком поздно ушел в отставку и не по парламентской процедуре, как мы рассчитывали. Мы изберем нового президента на ближайшие месяцы, а в январе на следующие два года. И тогда нам предстоит вместе с союзниками реформировать эту институцию. На место Агромунта претендуют двое. Литовец Эммануэлис Зингерис и киприот Костелло Кариакидис. Украинская делегация в большинстве за кандидатуру Зингериса, которая является другом Украины на геополитической арене, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность. Из-за еще одного украинского вопроса депутатам пришлось перекрыть повестку сессии. Сегодня утром Бюро ПАСЕ рекомендовало Ассамблеи рассмотреть украинский закон об образовании, в частности его языковую статью, которая вызвала неоднозначную реакцию наших ближайших соседей. С предложением вынести на обсуждение украинский закон выступили сразу несколько парламентариев, в частности глава румынской делегации Титус Карлецян. Бюро ПАСЕ приняло решение вынести этот вопрос на дебаты, поскольку Украина идет против европейских свобод и действует против собственных интересов. Несмотря на заявление украинских представителей о политизации этого вопроса, 134 депутата поддержали предложение Бюро. Изыковую статью украинского закона об образовании рассмотрят в первую очередь в четверг. Закон действительно вызывает очень серьезные опасения со стороны наших европейских коллег, потому что нарушает права национальных меньшинств в Украине. Сейчас буквально закончилось заседание комитета по культуре. Докладчик по Украине был выбран. Это господин Херкель, это представитель эстонской делегации. Я думаю, что его доклад будет объективным и взвешенным. Я лично письмом обратилась к главе мониторингового комитета с просьбой рассмотреть вопрос закона об образовании на комитете и принять решение направить его в венецианскую комиссию. Еще раз Украина окажется в центре внимания в среду, когда в ПАСЕ с визитом приедет президент Петр Порошенко. Его выступление запланировано в полдень по местному времени. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Хотели как лучше, получилось как всегда. В Чопе, Закарпатской области, так отремонтировали единственный в городе детский сад, что теперь он может просто закрыться. Второй этаж учреждения полностью затопило. На первом дети еще ютятся, а родители с ужасом ждут зимы. В ситуации разбирались мои коллеги. Мокрые стены – это результат ремонта крыши. Еще летом строители начали работу и не завершили их. В итоге весь второй этаж детсада затопило. Всех детей перевели на первый этаж. Укомплектовали группы. Из 300 детей, а именно на такое количество рассчитан детсад, в сентябре смогли принять только 170. Как повлиять на строителей в мэрии не знают. Реконструкцию здания начали еще в 2014 году. Тендер выиграла львовская строительная фирма. Деньги из бюджета выделяют исправно. Уже перечислили более 5 миллионов гривен. Не очень известный забудовник, выполняющий договор. Поэтому мне сложно сказать, что ему не хватает. Но работу он выполняет очень недостаточно. Отдеваться от забудовника мы не имеем права до конца этого года. У него в договоре все вказано. Местном управлении образования говорят, ход работ контролируют специалисты из обл. администрации. У них претензий к строителям нет. Мы, замовники, мы оплачиваем ту работу, которую нам показали, подпасали все службы. Представители строительной фирмы все обвинения отвергают. Говорят, избежать протекания крыши в процессе ремонта было невозможно. Мы не могли, чтобы оно не затопило, тоже нереально было. Сами покривли уже от старости. Ближних 10 лет никто там не проводил поточного ремонта. Строители обещают до конца года отремонтировать крышу и даже затопленные помещения. В мэрии предупредили, если обманут, обратятся к правоохранителям. Анастасия Старовойт, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Театр доступный каждому. В Киеве сегодня официально открыли обновленный театр на Подоле. Реконструкция здания продолжалась 21 месяц, а стоимость ремонта затянула более чем на 170 миллионов гривен. Главный режиссер Виталий Малахов говорит о том, что их театр начинается не с вешалки, он начинается с лифта для людей с особыми потребностями. В зале первые два ряда кресел в считанные минуты собираются, освобождая место для колясок. Кроме этого, цены на билеты, по крайней мере на балконе, будут довольно демократичными, так обещают в театре, чтобы каждый смог позволить себе насладиться искусством. На церемонии открытия приехал президент Петр Порошенко, мэр столицы Виталий Кличко и также известные театральные режиссеры и актеры. Я уникальный театр. Храм. Храм мистецтва 21-го столетия. Он наконец-то в Киеве. Я уверен в том, что мы все ним будем спрашиваться. Я уверен в том, что для многих театральных мистецтв Украины будет открываться именно в этом доме. Знаете, я не хочу говорить, что это моя мечта. Моя мечта значительно дальше. Это сегодня какой-то определенный этап, который сейчас, наверное, изменит и мою долю, и долю актеров. И чуть более часа остается до решающего матча для сборных Украины и Хорватии. По футболу от сегодняшней игры зависит, кто закончит борьбу за участие в финальной части чемпионата мира 2018. Центральные улицы Киева перекрыты из-за проведения маршей болельщиков. В поддержку украинских футболистов несколько тысяч фанов прошли от парка Шевченко до стадиона Олимпийский. Под аплодисменты, барабанный бой. И, кстати, хочу добавить, что обошлось без нарушений. Украина! Украина! Кому досталась Нобелевская премия по экономике? Где можно заправить машину кофейной гущей? И какой скандал разразился из-за рекламы косметики? Об этом и не только в нашем обзоре. Нобелевская премия по экономике досталась Ричарду Талеру за вклад в исследование экономического поведения. Шведская Королевская Академия отметила, Талеру удалось объединить экономику с психологией. Ученый смог объяснить, как характер человека систематически влияет на принятие им экономических решений. Талеру 72 года. Он живет в США и преподает в Чикагском университете. В Швеции уже огласили всех лауреатов премии. Завтра состоится церемония награждения. Первый в мире виртуальный паспортный контроль вскоре откроют в Дубае. Пассажирам достаточно будет просто пройти через специальный тоннель. Как это работает, продемонстрировали на выставке высоких технологий в Объединенных Арабских Эмиратах. Система за 15 секунд распознает лицо. При этом не надо даже показывать паспорт. Когда стартует виртуальная таможня, пока не сообщают. Но уверяют, что скоро. Заправить машину кофе, додумались британские ученые. В ходе исследования они доказали, что кофейная гуща имеет высокую тепловую способность. И придумали, как перерабатывать ее на биотопливо. По мнению ученых, такой вид горючего в скором времени может составить конкуренцию сои, рапсу и кукурузе. Именно эти культуры сейчас активно выращивают для производства биодизеля. Скандал на весь мир вызвала реклама косметического средства. В сюжете ролика темнокожая девушка становится белой. Видео выложила компания-производитель на своей странице в соцсети. Возмущению пользователей не было предела. Чтобы остановить гневные комментарии, компании пришлось публично извиниться. Японцы снова удивляют весь мир. Новый тренд в стране восходящего солнца – наращивание волос в носу. Недавно одна девушка ради забавы запостила в соцсети, как это выглядит. Затея шутки Раби переросла в массовую истерию в интернете. Японки подхватили идею и наперебой выкладывают фото с волосами в носу. Чудеса водительского мастерства продемонстрировал британец. На грузовике с габаритным грузом длиной 60 метров он совершил поворот на 90 градусов. Водитель перевозил лопасть ветрогенератора. Как ему удалось осуществить неосуществимое, можно увидеть на кадрах, снятых напарником. Огромная машина вписалась в узкий поворот. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok